МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Новогодняя сказка 2020 в ядерном центре стартовала благотворительная акция для помощи ребятам из детских домов. День памяти подвигов предков 9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. Алгоритм распознавания дороги в условиях плохой видимости и снега саровские школьники создали беспилотник на базе «Газели-Некст». Далее расскажем обо всем подробно. Россия находится в первой тройке стран по количеству проведенных тестов на ковид. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Лидирует по тестированию США. Там в среднем проводят 620 тысяч тестов на 1 миллион жителей. На втором месте Великобритания. В России тестируют на коронавирус 570 тысяч человек на миллион жителей. Также Анна Попова отметила, что в России от коронавирусной инфекции умирает намного меньше больных, чем в среднем по миру. В мире достаточно высокая определенная летальность – 2,3%. Сразу хочу оговориться, что это зарегистрированные случаи инфицирования. В России заразившихся на сегодняшний день чуть более 2,5 миллионов. Около 2 миллионов выздоровевших. И летальность составляет на сегодняшний день 1,7% от всех зарегистрированных инфицированных новым вирусом, сказала руководитель ведомства Анна Попова. За прошедшие сутки коронавирус выявили у 26 190 человек. В Нижегородской области зарегистрировали еще 494 случаи заражения коронавирусной инфекцией. В Сарове печальную статистику умерших пополнили 4 человека. Таким образом, всего с начала пандемии погибли 55 саровчан. Новогодняя сказка 2020. Уже 4 года комиссия по работе с молодежью правкома ВНЕФ проводит благотворительную акцию для помощи ребятам из детских домов. В этом году подарки собирают для Богоевленского детского дома и Потминского интерната. Присоединиться к акции приглашают всех желающих. Подробности далее. Вот уже 4 года комиссия по работе с молодежью правкома ВНЕФ проводит благотворительную акцию «Новогодняя сказка». Ее цель – исполнить мечты воспитанников детских домов. В этом году у акции два направления. Во-первых, активисты собирают пожертвования для Потминского психоневрологического интерната. Там нужна помощь реальной вещами, которые жизненно необходимы. Туда мы в основном отводим памперсы, лекарства. У нас уже традиционно сложилось, что КБ-50 помогает нам с закупкой лекарств в молодежной комиссии КБ-50. Также Потминскому интернату нужна стиральная машина. Основную сказку готовят воспитанникам Богоевленского детского дома. Ребята написали письма с пожеланиями, отправили в Саров. Организаторы упаковали их в красивые конверты и повесили на елку. И теперь любой желающий может выбрать письмо и исполнить заветную мечту ребенка. Часто бывает так, что привозят одинаковые подарки, привозят одинаковые вещи. И нет индивидуальности у детей. А тут каждый может попросить, о чем он хочет. Да, сумма оговоренная, она изначально установлена каждый год, она разная. Ну, как раз, инфляцию никто не отменял. Поэтому она немножко растет. Но сумма оговорена для каждого подарка. То есть в этом году это полторы тысячи рублей на каждое такое письмо. Светлана рассказала о том, что практически каждый год к ним приходят послания от уже взрослых ребят, которые пишут о том, что не хотят зарослеть и просят подарок-игрушку. Например, в этом году юноша просил машину на радиоуправлении. Девушки мечтают о стильных нарядах. Бывают письма необходимости, так как мы их называем. Вот в этом году это пауэрбанки в связи с тем, что школы перешли на дистанционное образование. И, естественно, все дети учатся. А компьютеров, ну, мы с вами прекрасно понимаем, что в детском доме на каждого ребенка не будет. Они все сидят с телефонов. Сидят с телефонов, телефоны быстро разряжаются. Поэтому пауэрбанки стали, ну, просто необходимостью. Очень много таких писем, которые вот с этой просьбой. Эта акция не только для членов профсоюза ядерного центра. Свой вклад может внести любой желающий. В этом году к новогодней сказке присоединился предприниматель Виталий Зюкин. Более 10 лет он оказывает помощь самым незащищенным категориям – детям, пенсионерам и инвалидам. Виталий не стал ограничиваться одним подарком. Бизнесмен привез 22 шоколадных набора. И теперь каждого ребенка в детском доме под елочкой будет ждать сладкий сюрприз. В этом году мы решили приобрести самые вкусные конфеты, какие только есть на российском рынке. Этот вкус – это вкус из детства, те конфеты, которые мне дарили в детстве на Новый год. Мы хотим, чтобы наши дети, они тоже знали этот вкус. Акция «Новогодняя сказка» продлится до 20 декабря. Затем в Потьму направят собранные средства. А в Бегаевленский детский дом отвезут все переданные подарки. Чтобы присоединиться к акции, нужно позвонить по телефону 2-12-98. Исследования по широкому кругу проблем современной науки и строительства электрон-позитронного коллайдера на базе РФЦВНЕФ могут создать Национальный центр физики и математики с филиалом МГУ имени Ломоносова. Участниками центра станут Российская академия наук, Госкорпорация Росатом, Курчатовский институт, МГУ имени Ломоносова и правительство Российской Федерации. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Минфин России предложил упростить процедуру получения налоговых вычетов. По мнению специалистов, это существенно сократит сроки возврата денежных средств для граждан, а также снизит нагрузку на налоговые органы. После принятия закона, чтобы получить вычет, достаточно будет подать заявление в электронном формате через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. Остальную необходимую информацию налоговые органы смогут обрабатывать без участия заявителя. Стартовал прием заявок на фотоконкурс «Сохраняя образ Мироносец», который проводится отделом культуры Нижегородской епархии при поддержке Русского музея фотографии. Творческие работы принимают в четырех номинациях. «Хранительница очага», «Мироносеца», «Русская краса», «Маленькие мироносецы». Первый этап конкурса проходит в благочениях с 10 декабря по 15 апреля. Лучшие 12 работ от каждого благочения примут участие в епархиальном туре. Городской музей переходит на новый график работы. До конца декабря двери музея будут открыты по вторникам и четвергам с 11 утра до 6 вечера. В субботу рабочий день начнется в 10 утра, а закончится в 16.00. Дополнительную информацию можно получить по телефону 7-69-65. О подвигах земляков расскажут двухмерные штрих-коды. В День Героев Отечества воспитанники Центра внешкольной работы с помощью сотрудников управляющих компаний разместили на улицах Сосина и Казамазова таблички с QR-кодами. Теперь, чтобы узнать о героическом пути этих людей, достаточно иметь при себе телефон. Подробности далее. Сохранить память, увековечить подвиги героев и рассказать о них подрастающему поколению. 9 декабря в День Героев Отечества интерактивными табличками обзавелись две Саровских улицы. Сосина и Казамазова. Достаточно поднести телефон, отсканировать QR-код, и вы узнаете, чем эти люди заслужили столь высокую честь. Идея проекта родилась в недрах Центровне школьной работы. А в жизни ее воплотили ребята из военно-исторического клуба «Победители». Такие, как ученица 20-й школы София Комкова. Этот проект называется «Улицы героев». Он приурочен к 75-летию Победы. В рамках этого проекта мы снимаем видео, в которых рассказываем о людях, в честь которых названы улицы, о подвигах этих людей. Все видеоролики опубликованы в группе «Волонтеры Победы Саров» ВКонтакте. На сегодняшний день это один из ведущих молодежно-патриотических порталов нашего города. Его главная задача – воспитать в юных соропчанах дух гордости за своих предков. В рамках проекта «Улицы героев» мы не только снимали видеоролики и выкладывали их в интернет, мы еще и собирали материалы. Это все делаем для того, чтобы люди знали, на чьих улицах они живут, чем прославились эти люди, почему нам важно о них помнить. В будущем ребята из клуба «Победители» хотят разместить такие таблички на всех улицах, которые носят имена героев. Валерия Чкалова, Александра Матросова и Витя Коробкова. В 15 лет они знают принципы компьютерного зрения и основы одного из самых востребованных языков программирования в мире. Саровские школьники создали уникальный беспилотник, чем привели в восторг японцев. Под руководством педагогов ребята разработали целый комплекс программ по управлению трафиком, распознаванию дорожных знаков, объектов и пешеходов. Подробности в следующем репортаже. Системами беспилотного управления транспортом в школе информатики «Вектор плюс плюс» заинтересовались в 2015 году. Поначалу дети только пробовали свои силы, совмещая полуигровой формат с реальными задачами. С каждым годом ребята росли, а вместе с ними развивался и сам проект. Незаметно для себя ученики «Вектора» из простых школьников превратились в настоящих разработчиков. Успели представить свои идеи на разных концах земного шара, собрали массу престижных наград и даже обзавелись собственным автомобилем-беспилотником. Эта история заслуживает отдельного упоминания. Как-то раз ребята из «Вектора» решили поучаствовать в областном конкурсе. Одним из организаторов этого конкурса являлся завод «Газ». И исполнительный директор Гюнтер Хайден восхитился нашей работой. Мы в итоге договорились о том, что нам будет дана машина «Газель» для таких испытаний. В основе беспилотника лежит система компьютерного зрения. Именно она позволяет автомобилю самостоятельно передвигаться, выполняя заданные маневры. Как рассказал один из ведущих разработчиков проекта «Вектор Мобиль» Максим Бушуев, перед командой стояла непростая задача – научить искусственный интеллект быстро и точно ориентироваться в пространстве. У нас есть камера. Она получает видеоизображение какое-то. И вот на нем нам нужно найти какие-то объекты и определить, ну, что это за объекты. Будь то дорожные знаки, будь то пешеходы или другие водители, или будь то тоже бордюр. Еще один не менее важный аспект работы касался управления транспортным средством. Не будем забывать, что в распоряжении ребят из «Вектора» был обычный автомобиль с рулевым колесом. И этот механизм тоже было необходимо как-то роботизировать, сделать автономным, независимым от человека. Совместно с некоторыми мастерами мы изготовили как раз устройство для манипуляции автомобилем. Я написал для него программу, чтобы оно могло взаимодействовать с компьютером, с алгоритмами, которые тоже были написаны. К полевым испытаниям беспилотника ученики «Вектора» приступили в августе. Автомобиль тестировали на территории технопарка «Саров», где он успешно выполнил все поставленные задачи. Провез человека, вписался в поворот и преодолел змейку. Следующий заезд проведут уже в зимних условиях. Будем отрабатывать, как машина себя поведет на заснеженной дороге, и также про видимость разметки. В дальнейшем мы хотим ввести, чтобы она, грубо говоря, сама дорисовывала разметку, когда, допустим, край дороги заснежен, и разметку не видно, или же прямо на дороге. Она, чтобы сама понимала, какая здесь разметка должна быть. Несмотря на успех своего проекта, воспитанники «Вектора» не собираются останавливаться на достигнутом. В ближайших планах провести уже городские испытания. Как рассказал руководитель школы информатики «Вектор++» и «Грюточников», власти пообещали оказать всю необходимую помощь. Воспитанница детской школы искусств Наталья Баканова стала лауреатом второй степени на международном конкурсе «Сан Рема Старс», который проходил в Италии. Вокалистка получила отзыв на свое выступление от профессионалов международного уровня. Также подопечная Дарьи Кварты приняла участие в пяти всероссийских конкурсах. О победах юного дарования расскажем в следующем репортаже. С каждым днем наша жизнь все больше переходит в онлайн. По удаленке работают, учатся, а с недавних пор еще участвуют в международных конкурсах. Участвуют и выигрывают. Как это сделала воспитанница детской школы искусств Наталья Баканова. Вслед за своим однокашником Степаном Ершковым, о котором мы уже рассказывали накануне, юная вокалистка выступила на камеру и отправила получившийся ролик жюри сразу нескольких конкурсов. Как рассказала преподаватель Наталья Дарья Кварта, в нынешних реалиях такой формат становится для творческих людей привычным делом. Я и сама свои тоже отправляла на конкурсы видео. Но просто так, как сейчас такое время, что конкурсов очных вообще в принципе нету, то поэтому остается только отправлять видео. В детской школе искусств Наташа занимается академическим вокалом. Для тех, кто слабо знаком с жанровыми дефинициями, есть два типа пения – эстрадное и академическое. Первое мы слышим в исполнении популярных артистов и рок-групп, родина второго – оперной подмостки. Анна Нетребко, Луча на повороте, Дмитрий Хворостовский. Имена этих исполнителей знает весь мир. Наташа таких высот пока не достигла, но уже делает первые уверенные шаги. Для своего номера она выбрала композицию «Звончий жаворонкопенье». Девочка стала лауреатом пяти российских и одного международного конкурса, который назывался «Сан Рэма Старс». Итальянские судьи не только присудили Наталье Бакановой диплом второй степени, но и написали отзыв, в котором отметили как сильные стороны соровченки, так и моменты, над которыми стоит поработать. По трудовому кодексу 31 декабря не относятся к праздничным дням. Отдыхать в последний день года можно, если это суббота или воскресенье, либо работодатель отпустил своих сотрудников перед Новым годом домой. Наша съемочная группа вышла на улицы города и спросила у соровчан, нужно ли делать 31 декабря официальным выходным днем. В этом году право сделать 31 декабря праздничным днем отдали на откуп главам регионов. Некоторые из них уже приняли решение о том, что последний день года будет нерабочим. Губернатор Нижегородской области пока не примкнул к этой когорте. А что думают по этому поводу соровчане? А без разницы. В Советском Союзе 31 был рабочий день, нормально все отмечали. И 2 числа на работу выходили. Я думаю, что нужно. Все-таки праздничный день, праздничное настроение должно быть. 31 декабря выходным днем, по-моему, не обязательно. Обязательно, для женщин, 100%. Надо же столы приготовить, накрыть, приготовить все. А мужики пускай. Я считаю, что, наверное, нужно. Лучше, конечно, подготовиться спокойно, чем прибегают уже к самому этому столу. У меня дочь, кстати, 31-го работает. Ну, обычно мы все работали. И успевали все это сделать. Народу приятно будет. Веселее жить. А то и так одни неприятности с этой пандемией. Если быть справедливыми, то даже если Глеб Никитин сделает 31 декабря выходным днем, то все равно не все жители региона будут встречать Новый год за праздничным столом в кругу близких и друзей. Врачи, полицейские, военнослужащие, пожарные и еще много людей разных специальностей будут встречать Новый год на рабочем месте. Елена Грязкова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!